ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отношения с гачи-играми дело сложное. Сначала ты любишь их, а потом они любят тебя. Люби меня нежно. И с каждым днем у фанатов гачи-игр все больше проблем. Во-первых, память заканчивается уже не на телефоне, а на компьютере. А во-вторых, приходится правильно систематизировать денежные расходы. И исключать из новых баннеров персонажей еду. Вы хотите кушать? Сочувствую. Ведь, к сожалению, у гачи-игр есть неприятный факт. Каждый новый персонаж всегда лучше предыдущего. Помимо основной ветки будет еще один премиум танк. Слышь, купи. Чего не скажешь о самих обновлениях в гачи-играх. Вот все думали, как будет выглядеть воинственный регион огненного архонта в Геншине. И реальность поразила все ожидания. Велико. 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 За это время повыходили, конечно, и другие мобильные казино, никак не связанные с Михуё. На выбор. Клип. Мачо. Но в основном попытки кого-то в новую гачи обычно заканчиваются Tower of Fantasy. В такие моменты нужно открыто плакать. И все бы так и оставалось в этой иерархии из одной компании, пока не вышла Вазринг Вейвс, которая реально смогла обойти Геншин по заработку за месяц. И по итогу проиграла феечке Винкс из Ханкая. Винкс, только вместе мы сильны. Но тут выбор в целом одобряю. Ведь нормальная женщина должна уметь и остановить рой межгалактических насекомых и на руках носить. К сожалению, у Курагейм с их Вувой пока что нет таких мощных козырей, как женщина в робо-костюме. Но разработчики идут своим путем. Уже в третий раз пытаясь убить игру Михуё своей уникальной игрой. В этот раз вообще назвали игру в честь Бати Барута. А чтобы понять масштаб убийцы Геншина, нужно сравнить подход к созданию этих двух игр. На момент релиза Геншина над игрой работали 500 человек с бюджетом в 100 миллионов. Тогда как Вазринг Вейвс разрабатывали все 700 желторабочих за 150 миллионов. И такое количество людей и денег естественно означает, что Вазринг Вейвс будет... Меньше, забагованнее, хуже оптимизирован и с сюжета на 4 часа. Ох, потому что понабирают всяких долб... Ну а что вы хотели? Разработка игр дорожает. Особенно сильно она дорожает, если вы заявляете, что ваша игра нацелена на азиатский рынок. Экономите на переводе игры. И чисто по приколу покупаете абсолютно всю рекламу в Нью-Йорке. Я не понял, это что, Тайм-сквер? Вазринг Вейвс вот прям настолько нацелена на азиатский рынок, что два каспеера до сих пор на автобусе по Америке ездят. Отдайте мне паспорт, я их доверяю. Самое удивительное в этой ситуации, что среди работников студии не нашлось ни одного человека, который бы сказал План г***но, я не хочу в нем участвовать Я-то думал сейчас на западе проблемы с разработчиками Оказывается эта болезнь даже до Китая добралась Выход прост Обучаемся программированию, устраиваемся большие компании и наводим порядок в индустрии Как минимум это проще, чем объяснить современным разработчикам, что на работе нужно работать РАБОТАЮТ 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 Если кто-то из вас тоже поддерживает старомодные обычаи получать хорошие деньги за работу на работе То сейчас школа Ката Академи собирает учеников на курс по языку программирования джава Специалисты по которому крайне нужны айти компания в Москве и Питере Вы проходите полное обучение, а Ката Академи помогает устроить вас на работу в этих городах с зарплатой от 100 тысяч в первый месяц И пока у вас не будет реально работы, за обучение вы ничего не платите Кто же откажется от халявы? Все это буквально прописано в договоре И даже когда работа будет ваша, школа продолжит помогать вам различными ивентами по улучшению скилла и повышению квалификации И помимо обучения джава, на этом курсе будет много практики по коммуникации с другими отделами разработки Что поможет сразу же вливаться в работу по завершению курса А записаться на курс можно по ссылке в описании Конечно у Геншина на релизе тоже были проблемы и баги, но за ними буквально приходилось охотиться Весь смысл охоты конечно был в том, чтобы посмотреть под юбку, но... У самурая нет цели, у него есть только путь Вуви же баги охотятся на игрока, по итогу всегда побеждает пинг Зато графика Вуви на Unreal Engine действительно лучше Геншина с его юнити Такого густого тумана обрезающего дальность прорисовки я даже в ремейке Silent Hill не видел А я там много видел Например, живую котлету С пирожкой Вообще не представляю, как такой графон ещё из RTX потянет PlayStation 5 Ответ оказался ещё более удивительным Никак Ведь необещанного RTX ни PlayStation 5 на релизе у Вувы не будет Проснись ты, ты обосрался Мне пох... Я так чувствую А вообще мир у игры красивый Солнышко, горы, трава и хреновая чёрная дыра в небе Почему это никто не замечает, кроме трёхзвёздочных персонажей? Мы все умрём! И во всех этих проблемах в первую очередь нужно винить игроков Ведь изначально Вазеринг Вейвз должна была быть мрачной игрой с жестоким 18 плюс сюжетом Но игроки захотели Геншин Поэтому сюжет был переписан на 90% Игра стала красочной, а мы лишились лолик в латексе и фурии И это никак не связано с тем, что игру начали переделывать в тот момент Когда половина акций разработчиков Кура Геймс были выкуплены китайскими монополистами Тэнсэн Которые уже давно хотят свой собственный Геншин Все изменения были сделаны исключительно для новой целевой аудитории игры Двенадцатилетних Ну а все совпадения с играми Михуё абсолютно и точно случайные Случайное начало игры и вовсе не бездна и не виртуальный мир Случайно похожие персонажи И делаем мы в обоих играх случайно похожие поиски сундуков Фотографии Открытие двух типовышек телепортации, одна из которых открывает карту Ну кому какая разница, ведь Геншин все скопировал у Зельды Я прям вижу, как китайцы копировали весь интерфейс донатного магазина у Зельды Чтобы потом другие китайцы случайно его скопировали, включая цены, всю математику, прокачку и кэшбэк Ну скажем так, охотные совпадения Да в этих играх даже геноцид голубей ради куриного мяса одинаковый Хочешь жить, души его Но во всем этом есть и плюс Если вы играли в Геншин, то в Азеринг Вейв сможете играть даже на китайском с закрытыми глазами А основа у них примерно одинаковая Ну хотя как все скопировали В магазин Вувы забыли добавить маленькую надпись Не донатить слишком много А много, это сколько? С другой стороны Вува не особо заставляет донатить Хочешь конкретного легендарного персонажа, держи бесплатно Хочешь легендарное оружие на выбор, держи бесплатно Хочешь еще одного легендарного персонажа за один час игры, держи Бесплатно Так уж и быть, за 20 часов можешь выбрать еще одного легендарного персонажа Я нажрался как свинья И самое главное, больше никаких 50 на 50 шанса получить легендарное оружие из баннера как в Геншине Все же проблемы и баги с Вазеринг Вейв чинятся тоже соответственно Халява на почту А на годовщину разработчики видимо подарят нам акции компании Для справедливости в Геншине за баги и обновления тоже дают что-то там бесплатно Но уже сейчас все фанаты Геншина могут ощутить плюсы от выхода Вазеринг Вейвс Четыре года Михуёни увеличивали количество энергии для активности в игре Но стоило выйти хоть чему-то похожему на настоящего конкурента Смотрите, я сделал Такими темпами в Геншин даже анимации выпадения легендарных завезут Которые фанаты уже сами сделали И мы перестанем выбивать ПНГ картинки Потому что зачем идти к вершинам, да? Это же так сложно Это для успешных людей А ты... У тебя даже штанов нет О чем вообще говорить, если в Геншине одна пати состоит из четырех персонажей А в Уви из трех При этом для бездны в Геншине нужно одевать и прокачивать сразу восемь персонажей Тогда как в Уви всего лишь три команды по три персонажа Стоп! Так это ж больше! Мне что-то подсказывает, что нас нае... Но есть элементы геймплея, которые в Уви не скопированы из Геншина В смысле скопированы из других игр Зато как? Так... Это что такое, а? Тут и боевая система а-ля DMC и бег по стенам из Наруто И по отдельности все эти элементы ничего особенного из себя не представляют Пока не начинаешь сравнивать боевку с Геншином Карабканья по стенам с Геншином И главного героя Геншина Я плохой! Это хорошо! Я не буду хорошим! Но это неплохо! Я... Вас так, как вас еще не ебали ни разу в жизни Нихуё! Но неужели за четыре года нельзя было сделать главного героя, ну хоть немного небесполезным? Это не так уж сложно, скажи ему Это невероятно трудно И одно я могу сказать точно Стоит вам один раз поиграть в Уву и Геншина всегда будет ощущаться заторможенным Это не твой дом! Ты вообще не мой сын! Но это не означает, что игрокам Геншина будет легко в Уве Как минимум, потому что здесь больше двух кнопок Моя рука уже все Ах, ты от одних и тех же движений устала, надо разнообразить Есть, конечно, и много лишнего в Уве Загадки там, головоломки, пазлы Тысяча сундуков, для которых обязательно нужно что-то сделать Ты должен вспахать поле в сто тысяч гектаров И грёбаная рыба А я рыба, я рыба Но чаще всего Ува удивляет на фоне других гача-игр И может в какой-то момент превратиться в 2D-платформер, 3D-платформер Или вообще во время сюжета заставить других персонажей сражаться вместе с нами А не просто исчезнуть после катсцены, как в Геншине Ты привел кавалерию? Я и есть кавалерия Ну и самая уникальная фишка Ваззеринг Вейвз Коллекционирование монстров и призыв их во время сражений В смысле покемоны Адвокат! АДВОКАТ! Называются они здесь Эхо И Эхо эти используются вместо всего Эхо снаряжение, Эхо скиллы, Эхо транспорт, Эхо питомцы И Эхо рабы, добывающие ресурсы Солнце светит, Эхо Пашут Пока что игра раскрыла еще не весь потанцевал этих Эхо Черепашка, допустим, просто танцует И хоть Эхо у нас здесь вместо ненавидимых всеми игроками Геншина артефактов Подземелья для ресурсов прокачки все равно нужно ходить, поэтому рандом остался Да и чтобы получить легендарное Эхо Сначала нужно собрать все обычные, потом эпические Потом прокачать уровень охотника Ну или пойти в самом начале игры на медведя 120 уровня Порхай как бабочка, чел Ра Пяточки вот так отработал Но вся эта система действительно что-то новое А потом Геншин анонсирует свою систему с покемонами Привет, я Почадов И снова в Азеринг Вейвс есть еще перевод игры Его нет Но умельцы уже в первый день на основе нейросети И постоянно ручной доработки сделали вполне себе рабочий бесплатный плагин Который полностью переводит всю игру на русский Ну разве что иногда с косяками Вопрос, живой ли? Да, конечно И работает перевод на ПК, андроиде и на айфоне Советую выучить английский This is where I watched my parents die, Рафаэл Я нихуя на английском не понимаю И понимание происходящего очень важно для этой игры В основном потому, что 40% сюжета занимают головоломки 10% битвы с боссами И остальные 50% диалоги на одном месте по 5 минут Как ее остановить? Ее не остановить Сам же сюжет достаточно прост Был бы он еще сложным на 4 часа Когда-то давно в мире случился апокалипсис и уничтожил практически все население планеты После чего произошел второй апокалипсис и появилось эфирное море Которое теперь время от времени создает из воспоминаний прошлого различных монстров Ну а главный герой вышел из этого моря и является особенным Потому что может взаимодействовать с этими монстрами напрямую Если вам показалось, что сюжет похож на Death Stranding Вам не показалось У меня сюжет украли Правда сюжет переписали на 90% Поэтому у нас здесь амнезия, богиня, сверхспособности И главный герой вместо того, чтобы нормально обоссать врагов Поглощает их своей рукой, в которой сидит кролик Ты нормал что ли? И пока что весь сюжет вытягивает диалоги, которые влияют на отношения к вам персонажам И главный герой, который реально главный герой А не подсос Пайман, за которого та сама со всеми разговаривает Этот же еще имя свое вспомнить не успел, как школьницу оседлал Стой, 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 я не могу при свете Так, Света, выйди на... Собственно поэтому я создал еще один аккаунт с женщиной Ведь одна женщина это плохо А когда женщина на женщине, это хорошо Ладно, женщинам лесбиянство я прощаю Ну и потому что вне зависимости от вашего пола К вам все равно будут подкатывать генералы Спасибо хоть, что сам генерал похож на кого-то, кто может быть генералом Это сын собаки, ваш генерал? Вообще это первое на моей памяти гача, где мужики похожи на мужиков Это мужицкий дождь, аллилуйя, дождь из мужиков А с мужчинами в других гача играх определенно проблемы Какая красотка Это парень Этот парень симпатичный А это девушка Если в каком-то генчине с каждым новым обновлением в игре появляется все больше цензуры То здесь наоборот развивают тему двигающегося сюжета Настолько развивают, что за ним сложно уследить Правда из этого возникают другие проблемы К огромнейшему сожалению, вот эти вот все девочки анимашные Они притягивают огромных жирных потных дядек Но не все в Уве так сказочно Если пропажу кошка жены и замену ее на кошку мужа, игроки еще простили Эй, у вас тут есть кошка-девочки? Что это за ху... Окей, если тебя не интересуют животные То вот исчезновение на писечника возмутило всех игроков Верните жизнь на писечнику Поэтому пока эта проблема не решится, я не вижу будущего у этой игры Жизни на писечника важны Вы не могли бы подписать мою петицию? А еще крайне важно, чтобы это видео собрало 70 тысяч лайков Ведь следующее видео будет снова богаче игре Надеюсь лайки в продукту вам принимают, потому что я недостаточно богат для этих бесплатных игр Хорошо, хоть меня даже без видео на протяжении месяца поддерживали мои платные подписанты на Бусти и Патреоне Которые ни разу не задавались вопросом, куда идут деньги Но если вам не интересны гачи игры, то посочувствуйте что ли тем, кто в них играет У этих людей сейчас тяжелые времена Что, вы издеваетесь? У меня два отца А, Ная, простите, но уже три Что? Ная, это еще не все твои отцы В каком смысле не все? Загружен еще один отец Что?